МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Которые помогут гражданам выживать в это сложное и кризисное время. 55% граждан, по сути дела, балансируют на грани нищеты. Молодая семья, если даже получают вдвоем, работают 60 тысяч рублей, имеют двоих детей, это всего по 15 тысяч рублей на человека. В целом, три четверти страны живет на 15 тысяч в среднем. Если они подумают построить себе жилье и залезут в ипотеку, то им придется жить на 7-8 тысяч. Это полная нищета и несчастье. Сегодня уже каждый десятый голодает, треть страны не в состоянии как следует обновить свой гардероб, и в целом ситуация продолжает ухудшаться. Поэтому мы идем на эту сессию, подготовив реальную программу. Но мы должны все, без исключения, зависимо от партийной принадлежности, увидеть, что нам сегодня объявлена крупная настоящая геополитическая война за историческое выживание. Американцы приняли закон, по которому они пытаются подорвать наш сырьевой сектор и финансовый вместе взятый. Это означает, что 77% валютных поступлений, которые идут от сырьевого сектора и первого передела, могут истякнуть, и тогда наш бюджет разваливается фактически полностью. Он и так 13,5 триллионов, и на ближайшие три года правительство внесло такой же проект. Мы считаем, что этот вызов требует особой реальной оценки происходящего и принятия экстренных и срочных мер. Мы это обсуждали и с президентом, и с руководством правительства, с министрами, и считаем, что нужно обновить курс, надо реально оценить ту систему, которая привела страну к тяжелому кризису и к санкциям, и надо принимать экстренные меры по формированию дееспособного правительства, которое может ответить на эти выборы. Давайте трезво и честно посмотрим, что мы имеем для того, чтобы сопротивляться новому выбору. Общество глубоко расколото на олигархию, которая жареет даже в условиях кризиса, и остальное население, которое три года продолжает нищать. Экономика. Президент поставил задачу выйти на мировые темпы, это 3,5% в этом году, но никаких предложений от правительства по выполнению этого указания нет. Они радуются одному полутора, и то это скорее с припиской. Социальная сфера на науку, образование и здравоохранение примерно около 10 рублей от расходной части бюджета. Эта сумма должна как минимум удваиваться. Демография гордилась тем, что страна прибавляет население. За первые полугодия, если внимательно посмотрите, страна вымирает на 120 тысяч, родилась меньше, чем умерла. Каждый третий регион, в каждом третьем регионе, особенно в областях, где коренное русское население, в полтора раза смертность превышает рождение. Если посмотреть управление, то оно, вообще говоря, никуда не годное. Нет должной реакции на происходящие процессы. По-прежнему все крутится вокруг Кудринской программы, которая обнародовала ее вновь. В этой программе ничего нет нового. Там предлагается государству уйти из экономики, распродать последнюю дойную корову в виде нефтегазового комплекса. Все сделать для того, чтобы сократить оборону и военный бюджет, чуть-чуть добавить на науку и образование и поднять возраст пенсионеров. По-прежнему корчится в муках этой бездарной либеральной политики, которая и привела к страну нынешнее состояние. Мы считаем, что без обновления курса, без смены системы, которая завела страну в полный тупик, без формирования правительства национальных интересов народного доверия, без реальной оценки ситуации не справятся. У нас сегодня у всех за плечами стоит тройная угроза, такая же, которая погубила советскую страну. Советская страна справилась даже с фашистской Германией, но не справилась с русофобией, национализмом и антисоветизмом. Сегодня вся информационная среда пропитана русофобией и антисоветизмом. Если посмотреть в целом, это большой длительный спектакль, где превалируют разбитые фонари, бандитский Петербург и унижение своей истории, всех наших лучших и самых великих побед. На этой волне еще никто никогда не выходил из кризиса и не одерживал новых побед. Мы считаем, что выборы, которые прошли в ряде городов, подтвердили, что либеральная проказа получает солидную финансовую подпитку. И если компрадорская олигархия объединится с русофобией и антисоветизмом, что привело Украину на грань катастрофы, то нас ждет очень плохая судьба. Мы предлагаем качественную программу и внесем целый пакет законов. Прежде всего пакет по формированию бюджета развития. Он начинается с 22 триллионов рублей. Никакие 13,5 никого не спасают и ничего не меняют к лучшему. Но чтобы получить такого рода бюджет, надо будет принять наш проект законов о национализации стратегических отраслей производства и минерально-сырьевой базы, о новой налоговой политике, где богатые будут платить столько, сколько положено, а бедные будут освобождены от налогов. Закон о народном образовании и доступности для каждого, который возродит лучшие традиции русской, советской и мировой школы. И целый ряд законов, которые поддержали наиболее бездоленные слои у населения. И прежде всего детей войны. Мы проводили этим летом специальный митинг в поддержку детей войны. Нам сделан наказ внести этот закон в первую очередь. Для того, чтобы их поддержать, надо всего примерно 140 миллиардов рублей. Последний опыт взаимодействия партии движений для поддержки детей Донбасса показал, что это можно делать. Мы оздоровили детей Донбасса в России почти 4 тысячи. Завершаем строительство уникального объекта Артека, где уже затратили почти 10 миллиардов рублей. Я добился того, что в этом финансовом плане есть деньги для завершения онкоцентра в нашем главном лечебном заведении, онкоцентра по лечению детей. Я считаю, что можно решить эти проблемы и поддержать. Особенно сегодня следует поддержать непосредственно Донбасс и по международным делам. Если и дальше будут обыскивать наши посольства, если и дальше мы будем поддерживать санкции американские против Корейской Народной Республики, если и дальше не будем представлять гражданство тем, кто живет на Украине и на Донбассе, а на Украине принят закон, по которому русский язык не перестают преподавать, а там 22 миллиона граждан считают русский язык родным, а наш МИД и наше правительство даже не возмутилось такого рода решением, хотя та же Венгрия резко выступила против этого закона, то никаких серьезных позиций и во внешнем плане мы не укрепим. Нам нужна государственно ориентированная патриотическая политика во всех сферах деятельности. Не может быть оторвана внешняя политика от внутренней. Внутренняя пока слабая и плохая, и пока она только останется, и во внешнем, на внешнем поприще мы не добьемся нужных результатов. Я считаю, что время отчета началось, и этот отчет уже идет на дни и недели. Нам надо сплотить общество и принимать экстренные меры. На той политике, которую предлагает Единая Россия, сплотить общество невозможно. Я считаю, что впереди президентские выборы, и у нас есть время поправить ситуацию. Ну и последнее. В том законе, который приняли американцы, там 184 страниц, там поставлена задача ближайшие 180 дней, то есть к президентским выборам, обыскать и проверить всех наших чиновников и всю нашу олигархию. Уже опубликовано, что из страны в офшоры вытащили 61 триллион рублей. Это пять государственных нынешних бюджетов. Уверяю вас, что те службы, спецслужбы Америки, которые этим занимаются, имеют доступ ко всем самым секретным счетам. Поэтому надо быть готовым к тому, что этот брос будет направлен на дестабилизацию ситуации внутри страны. Поэтому надо усилить борьбу с преступностью, коррупцией и вывозом капитала. Для этого тоже есть наши предложения, в том числе и законодательного характера.